Вот, поговорили о политике, о Мангерштерне и так далее. Жаль, конечно, жаль этих детей, которые окунаются в эту грязь. Дело в том, что человеку нужно говорить о том, что существует радость другая. Это радость просто того, что человек живет. Что не может эта радость, которой ты живешь и ты ее ощущаешь, она не может замениться синтетической радостью. Синтетическая радость, она недолгая. Алкоголь – это синтетическая радость. Наркотики – это синтетическая радость. Многие на это подсаживаются. И потом их, они даже не понимают, что радость жизни может тоже увеличиваться. Как это все устроено? Когда человек живет, он же не обучает себя, что ему нужно радоваться. А если обучать себя, что нужно радоваться, то тогда все начинает приносить радость. Какие должны быть школы? Дети во время первого занятия в школе должны говорить, я получаю радость от того, что я в одежде, я получаю радость от того, что я кушал. Я получаю радость от того, что у меня есть мама, папа. Я получаю радость, что у нас нет войны. Я получаю радость, что у меня есть возможности обучаться. Я получаю радость, что у меня есть эти знания. Я получаю радость, что я могу заниматься. Я получаю радость, что у меня есть желание прыгать и скакать. я получаю радость, что есть на улице погода, вот этому нужно обучать, тогда люди будут целой системой расти, они будут расти счастливыми, у них радость будет увеличить, о, дождик пошел, о, надо же, знаете, как я к этому пришел, потому что лежал умирающий, потому что два перелома позвоночника, открытый перелом руки и там выбитая половина лица без зубов там и так далее, это было очень тяжело, потому что отлежав 9 месяцев в скафандре, перевязанный весь, после чего обучаясь заново ходить, через полтора или два года поставили диагноз, сначала думал это у меня кашель, пневмония, лечили все врачи мне несколько лет пневмонию и лечили туберкулез, считали, что у меня туберкулез, там что только не лечили, а потом оказалось, что это у меня увеличенное средостение и лимфогранульматоз, после этого начинал я лечиться заново и, конечно, для меня это был стресс, вот когда я весь лежал и когда у меня перед глазами была бесконечная пелена, когда слезы душили мне горло и я думал, что дальше некуда, хуже было, потому что не работал кишечник, был микроинсульт и все тело ломало, работать не хотелось и не было никакого, ничего не хотелось, ни секса, ни еды, ни жизни, весь мир был бесконечная кастрюля закопченная середины с гниющей едой, вот тогда я понял, что нужно себя обучать, я начал говорить себе, что нужно обучать радости, потому что ее не было ни в каком виде, я в жизни своей уже на то время и деньги имел, и женщину, и хороший бизнес, но радости не было у меня, никакой, ни одной, ни в каком месте, нигде, жизнь не приносила радость, радость приносила там беспорядочные половые связи, приносила алкоголь, может быть приносили там какие-нибудь встречи с друзьями, которых я искренне, если честно, не любил, а только использовал, жизнь была связана с тем, что я зарабатываю, когда не получалось зарабатывать, я искренне страдал, разочаровывался, считал людей какашками и так далее, я был человеком, который жил в состоянии первого уровня, а дальше болезни, это состояние обвинения, обвиняй себя, обвиняй вокруг себя, обвиняй всех вокруг себя, обвиняй весь мир, это состояние, которое называется первый уровень или самое нижнее дно человека-обвинение, то есть я жил через призму обвинения, это закончилось поломанным позвоночником, поломанным лицом и рукой, это закончилось потом долгим лежанием и обвинением всех окружающих в том, что они некомпетентные дурачки, после чего онкологическим заболеванием и выход из этого всего, вот пока не пришло понимания, а это было очень сложно, это как бороться, как Дон Кихот, бороться с мельницами, мягкое понимание и воспитание в себе, что все равно что-то хорошее в моей жизни есть и долгая работа над собой, больше чем 5 лет я себя воспитывал, что нужно радоваться погоде, что погода это хорошо, что люди это хорошо, что каждый имеет право там быть вредным или невредным, главное, что я этого человека люблю и обожаю, главное, что мы живы и главное, что есть, что есть, и главное, в чем я одет, и главное, что я сегодня проснулся, просыпался, говорил, да не важно, что у меня болит, главное, что проснулся, мог бы не проснуться, понимаете, и вот плавно я себя научил радоваться, сейчас это происходит уже само по себе, что бы ни видел, как бы ни происходило, все приносит хоть чуть-чуть элемент радости, дети радуют, близкие, плохие настроения радуют, хорошее настроение радует, позитив, вот в этом состоянии я и живу, ругаемся ли мы или нет, это не имеет значения, я объясню почему, можно ругаться и ненавидеть, а можно ругаться и обвинять, у меня такое бывает, я могу отругать и поцеловать, понимаете, почему, такой мир, так оно все устроено, я не Полиенко Александр, который живет по принципу, я фригидный мужчина, я дуйко, а я живу как мне хочется, я живу как мне хочется, это проявляется в том, что если нужно там кого-то отчитать, я отчитаю и не буду избегать возможности там промолчать, поэтому если у меня охранники или сторожи или производство, я могу позвонить и сказать, вашу мать, давайте мне там то-то, то-то, вот так, и могу и похвалить и сказать, спасибо, я это вижу, знайте, что я обращаю на это внимание и мне нравится то, что вы это делаете, я так живу, понимаете, я не фригидный мужчина, как Александр Полиенко, потому что переводить все в то, что нужно быть абсолютно меланхольным, так не может быть, мы не такие люди, нам надо и вот это, и надо и вот это, мы должны быть и такими, и такими, у нас же две стороны, у нас и тестостерон, и эстрадиол, понимаете, они борются, но на первое место я все равно ставлю элемент, быть все равно добрым человеком, я не хочу убивать, я против войн, я не хочу, чтобы люди распадались, я за то, чтобы было созидание, чтобы поля росли, чтобы леса жили, чтобы солнце светило, чтобы дети росли, чтобы чужих детей не было, чтобы бедные бабушки, получающие 1200 гривен пенсии, могли как-то выживать, чтобы им дети помогали и так далее, но какая у нас миссия, мы же не можем ничего, понимаете, мы не можем там становиться политиками, мы не можем становиться президентами, мы не можем становиться кем-то, наша политика это высокий духовный рост, мы стремимся изменить себя, для того, чтобы окружающие люди брали пример, мы стремимся...